Так, ну и вы знаете, что это навсегда, всегда и навсегда мой любимый разворот, потому что, во-первых, была интересная тема, она, эта тема немножечко новая для меня, называется монтаж, то есть нужно было соединить в некотором таком композиционном порядке определенные вещи, определенные сюжеты, зарисовки, и, конечно, есть вопросы, как это делать, да, что ты хочешь видеть на этом развороте, и здесь просто я объединила их не по смыслу, а, возможно, по хронологии и потому, что получала отклик, например, лоза винограда, ну, с этим, понятно, объяснять не буду, я обожаю свой виноград, я его ращу, и вообще вот эти лозы, плети, все не спадающее, меня бесконечно очаровывает, поэтому, конечно же, когда нужно было с чего-то начать, да, вот здесь появилась такая веточка, потом у меня появилась свеча, которая очень приятно пахла, как раз такой приятный осенний древесный аромат, плюс она такая черная с наклеечкой, давайте покажу, можно было чуть-чуть подумать о том, какие оттенки в этот черный внедрить, да, через какие оттенки ее показать, и вот появилась свеча, дальше появилась вот такая веточка гортензии, потому что прошел на тот момент сильный снег, снегодождь, а кисти очень крупные у моей гортензии, и они просто налились вот этой влагой, и она обломалась, мне пришлось ее спасать, я ее забрала, она очень красиво высохла, и вот таким образом появилась эта веточка гортензии, ну вот воробей здесь появился просто потому, что они у меня кормились, и я была под впечатлением от своей синички, так, опять я стала листать, так, да, под впечатлением от нарисованной синички, мне очень захотелось нарисовать еще кого-нибудь, такого маленького, и вот появился воробушек, а в тот же момент в моей голове постоянно звучали строки, вы помните эту песню, жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей, это песня из фильма, одного из моих любимых фильмов, служебный роман, и что дальше? Дальше был выпуск Гончарный розовый пинокс, может быть, кто-то помнит эту шумиху, мне досталось достаточно беспроблемно эта кюветка, я решила ее сюда тоже вот в таком формате добавить, так, ну а здесь домик, который я сфотографировала, когда мы однажды с родителями поехали за грибами, вообще поездка со мной куда бы то ни было, она такая веселая, потому что я постоянно в поиске, и у меня, знаете, прям такие на моей внутренней какой-то карте расставлены точки, на которые мне нужно обратить внимание, типа, так, здесь будет поворот на Ваганово, там будет церковь, напротив церкви будет такой небольшой проезд, там ручеек, за ручейком стоит дом, то есть я постоянно фиксирую какие-то моменты, которые мне либо предстоит сфотографировать, либо которые я прям уже собираюсь сфотографировать конкретно в этот раз, и вот мы, да, мы поехали за грибами, и я увидела вот такую, это микродомик, я не знаю, какой он по размеру, это действительно микродомик, уже покосившийся, и вот он у меня так здорово вписался во всю эту историю, мне бесконечно нравится вот эта, с позволения сказать, зелень, да, в которой тоже появилась и гончарная розовая в том числе, и такая интерпретация неба через такой серо-розоватый романтичный сюжет в итоге вышел. Так, и едем дальше. Грибы. Тоже была тема клуба, не помню какая, возможно, что-то связано с осью. А, нет, вспомнила. Тема грибов была обусловлена, знаете, чем? Ну, то есть мой выбор. Здесь тема была соединение двух материалов, ну, может быть, у них двух, может быть, можно было и больше. Я не стала ничего предпринимать, экспериментировать, потому что мой главный интерес это только акварель, то есть мне нет смысла думать о других материалах, да, идти в гуашь или еще куда-то, поэтому только акварель, и я решила пойти по схеме и сюда добавила цветной карандаш. Так что вот грибочки собственноручно собранные, здесь, видите, и опята, и подберезовики, сыроежка. Так, 28 октября уже, мы движемся к зиме, друзья, на помощь. Здесь еще один разворот, тоже из клуба. Наверное, была тема еда, боюсь ошибиться, возможно, да, скорее всего, еда, я почти в этом уверена. И у меня есть одна натура, которую я тоже бесконечно люблю, это гранаты. И у меня есть много схожих пигментов, да, таких рыжеватых, рыжеватокрасных, которыми интересно все это попробовать рисовать. Гранатом добавила сливы, сложный фон, экспрессивный, в котором я бесконечно обожаю вот эти две кляксы. И недавно я открыла этот разворот и подумала, что его можно усложнять на самом-то деле, и вот сюда внести какой-то небольшой сюжет, вплоть до того, что это может быть старая улица. С маленькими домиками. И поймать вот этот контраст крупных объектов, которые обычно маленькие, с какой-то зарисовкой реально крупных объектов, да, домов, но очень сжатых по масштабу. Это может быть очень интересно. И мне подумалось, что вот наискосок поддержать этот разворот, вот сюда что-то дорисовать, кто знает, навряд ли я на это пойду, но может быть получится. Так, двигаемся дальше. Тема черно-белая. Сложная тема, кстати, я вообще не фанат, но всегда через какие-то аналоговые работы, через вдохновляющий материал, к тебе все равно приходит вдохновение, да, вот через этот поиск. И я нарисовала вот такой сюжет, который тоже нужно рассматривать немножко ближе, потому что, видите, здесь кованые элементы на калитке, какая-то вот детализация вот здесь на столбе, это почтовый ящичек. Так, конечно, далековато оценивать. Из того, что мне не нравится, мне разворот не нравится, он абсолютно не вяжется друг с другом. Возможно, было необходимо какое-то наслоение, но как же это подгадать, тоже не знаю. Поэтому что-то, может быть, я придумаю. А здесь дальше была тема ключей, вот прямо ключей. Очень классная тема, я люблю свои ключики, и у меня здесь возник такой серьезный, кто, посомневалась, а как же я эти ключи буду рисовать? Потому что хотелось определенную степень детализации преследовать, чтобы они прям реалистичными получились, но в то же время, чтобы эта зарисовка была более стильной, да, чтобы были какие-то подтеки. И получились вот такие ключи. Хороший баланс, и металл передан, и какие-то пластиковые элементы, бусины, кожаный ремешок. Кстати, кожаный ремешок, это вообще моя отдельная любовь. По-моему, даже в карабин я добавила немножечко золотишко, потому что у меня есть золотишко от Дэниэл Смит. Однажды что-то меня сподвигло это купить. Так что вот. Синички. Синички в данной ситуации это лазуревки. Видите, у них такие лазурные синие шапочки. И вот что касается референсов, которые нужно попытаться еще добыть, когда ты хочешь снять синиц, я поставила штатив около кормушки на полчаса и ушла. И просто это писалось, 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 пока не прилетели синицы. И потом я просто вытаскивала какие-то скрины. Так что вот таким образом я заполучила эту картинку. Так что очень они мне тоже нравятся. Но они мне уже не так сильно нравятся, потому что они очень такие конкретные. Возможно, нужен был какой-то небольшой растек. Какое-то более свободное, базовое пятно, желтоватое. Тут, конечно, много нюансов, которые влияют на результат. И потом, да, будет ли это тебе нравиться. Но, конечно же, в любом случае мне приятно очень. И вспомнить, да, прежде всего вспомнить этот момент, который был зимой. И снова зимний сюжет, который уже вот как-то, когда ты на пороге лета, сложновато возвращаться к зиму добровольно. И думаешь, как-то мрачновато. Надо было по-другому. Но на самом деле в тот момент я действительно преследовала именно такую гамму, немного спящую, да, чтобы передать вот эту тишину того, что всё замерло. И вот этот дачный дом, ну там, кстати, кто-то живёт, просто он такой действительно полу-полу-полузаброшенный. Так что вот. Люблю чуть-чуть бросать, немножечко переставать, да, конкретизировать часть дома в край. Неплохо сработал этот момент. Так, и что последний получается, да, это наш последний разворот. И здесь кроется, вот за этой розой, например, вообще драма кроется, сейчас расскажу. Ну, во-первых, да, вот 19 марта эти розы появились сразу за теми розами, под впечатлением. И здесь, конечно же, они мне очень нравятся, особенно вот эта нежно-розовая, почти жемчужная роза. Но потом, конечно, после нежно-розовой мне прям, знаете, какая-то тяга цвета была, я пошла в карминовую, это было невероятно приятно. Потом я нашла, что у меня есть референс и розовые розы. Ух ты, и как холодно стало сразу, прям голубой скетчбук. Так, ну, нам это тоже подходит. Итак, эта роза была нарисована в момент, когда у меня закончился розовый хинокридон от Ван Гог, который у меня вообще появился вот с момента, когда я начала рисовать акварелью снова. И вот он закончился, и я подумала, хорошо, я готова купить розовый хинокридон от Рембрандта, и купила. И я, честно говоря, была очень рада. Я открыла этот тюбик, и в нем, то ли он бракованный, уж я не знаю, но очень много связующей, и что я не делала, я проминала, я размешивала, связующая так и не вытекла. То есть до пигмента я не добралась, хотя я, честно говоря, была уверена, что я все же доберусь до пигмента. В итоге краска оказалась очень такой, как ее назвать, тянущейся, абсолютно неподвижной, и видно в этой розе, что она вообще не плыла. Можно было корректировать бесконечно, вмешиваться в процесс, что-то убирать, наносить, и тут сразу по ней видно, что она в этом отношении не задалась. А вот эти, конечно, очень красивые, в меру сырые, в меру конкретные. Так что, вот такая история с бракованным хинокридоном. И в итоге, кстати, я купила хинокридон у белых ночей, но выяснилось, что там другой пигмент. Ну, буду пробовать что-нибудь с этим сделать. Ну и последний какой-то кусочек я часто отдаю под выкраски. Мне тут написали товарищи Супервижн, они мне, вот когда у них, помните, был такой выход активный их линейки. Они многим присылали краски, вот они мне тоже присылали. И в целом, конечно же, ты сразу такой как бы падкий на все эти эффекты, все это очень красиво. Потом этот первый момент, первое впечатление проходит, ты начинаешь думать, куда их применять. Ты сталкиваешься с этой реальной сложностью. Я не смогла решить для себя этот вопрос, честно. Плюс потом, как мы знаем вопрос, что это абсолютно не светостойкие пигменты, и я совсем сдулась. Я подумала, ну и вот что теперь. А потом мне написали Супервижн во второй раз. Они написали, что, во-первых, они повысили светостойкость и хотят прислать вторую партию, новый выпуск красок. Я согласилась, потому что люблю я всякие тесты. Мне нравится сам факт пробования, тестирования, поэтому я согласилась. И в связи с этим происшествием, с этим событием, я вспомнила, что у меня есть краски Супервижн. Решила им дать второй шанс. Почему? Потому что для меня светостойкость не важна в акварельных дневниках. Поэтому я подумала, зря я их прям так вычеркнула. И вспомнила, что мне действительно понравился вот этот мой любимый цвет. Red Violet 1744. Он очень красивый. Давайте, кстати, покажу. Вот он. Потрясающе красивый. Да, он выгорает. там просто нещадно. Но в пределах кетчбука меня это в целом не особо тревожит. Вот этот Blue Brown очень многим я знаю, он нравится. А вот этот Blue Orange он оказался у меня в самой первой моей зарисовке. Вернее, она самая первая и самая последняя. Так что сейчас покажу. Вот, покрасила. Еще 6 мне нужно где-нибудь выкрасить. И будет комплект. И я хочу все же как минимум, как минимум вот эти два перетянуть в свою палитру. потому что они классные, правда. А что касается вообще спецэффектов, конечно, это сложно, потому что они абсолютно не универсальны. И чтобы, например, использовать вот этот цвет Red Navy, тебе нужно действительно ждать сюжета, в котором ты сможешь использовать. Это очень точечные случаи, очень редкие. и в этом отношении есть вопрос, а зачем ждать, да, чтобы использовать какую-то пару, тройку раз, когда тебе повезет сюжетом, какой-то вот такой спецэффект. И, конечно же, ты уходишь в тему стандартных пигментов, хотя все это бесконечно красиво. Вот есть вопросы, как это использовать. Будем думать, ребята, да. И вуаля, чуть не забыла. Кстати, если бы я не стала рассматривать эти оттенки Supervision, я бы и не вспомнила, что вот зеленый цвет, я же сказала это, да, может быть, я уже не сказала. Так, вот этот зеленый и Blue Orange, я его использовала как раз вот в этой дачке, практически в чистом виде, конечно же, с примесями где-то ультрамарина или кобальта. И здесь, видите, такая достаточно простая картинка, простой сюжет. У меня тут на почве личных таких сложностей, эмоций случился такой ступор, да, я перестала рисовать акварелью, и это для меня достаточно важный такой фактор, такая важная артерия, которая дает мне и настроение, и силы. То есть, мне нельзя переставать рисовать для себя, ни в коем случае, я это знаю, просто как бы для моей ментальности это важно. И я как-то гуляла опять же с собакой, и просто поняла, что все, стоп, надо начинать рисовать. Любой сюжет мне бы подошел, вот просто любой. я смотрела по сторонам, увидела отраженный закат, вот этот луч в окне мансардного окошка, и просто его сфотографировала, и чуть ли не в тот же день или на следующий день нарисовала вот эту картиночку весеннюю, которая, благодаря именно самой лирике, да, вот этого отраженного луча, и весны, вот этих едва распустившихся листиках, все-таки он сработал, да, именно, он перестал быть каким-то слишком простым, и стал наделенным каким-то чувственным, да, ощущением. Так что, вот, друзья, 50 минут. Я хотела стать более краткой, но, видимо, это не в моих правилах. Мы полистали с вами мой скетчбук, который заполняла в интервале с 1 июня 2023 по практически, да, 1 июня 2024. Спасибо, что присмотрели эти страницы вместе со мной. Было приятно это повспоминать. Надеюсь, что вам было интересно. Вы часто пишите, что вас тоже вдохновляют эти странички. Я не сделала ни одного гладка чая, который сейчас пойду греть. Все, друзья, я вам желаю всем вдохновения, и будем рисовать дальше, будем делать обзоры дальше, и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok,